Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как бороться с сомнительностью. Прежде всего, невозможно не вспомнить некоторые познания в греческой филологии, и вспомнить, что дьяволос, по-гречески, дьявол, это просто клеветник, тот, кто клевечет, тот, кто возводит напрасненно. Вот слово напраслино, то есть что-то напрасное и что-то мнительность, когда что-то мнимое ты воспринимаешь на веру. Это как раз одна и та же проблема. То есть, когда ты мнительный человек, ты человек, который поддается клевете сатанинской, либо на другого человека, либо на какую-то абстрактную ситуацию, либо на ближнего, либо на то испытание, которое тебе подает Господь, ну и, соответственно, на самого Господа. То есть, твоя вера ослабевает. Как мы помним, вера, надежда и любовь – это некоторая связка, связка, без которой нам не прожить. Конечно, прежде всего, чтобы бороться с сомнительностью, лучше в нее и не вступать, чтобы не затягиваться в это болото. Потому что, как нам говорит нам и Солуниным, жителям Фессалоникова, в своем первом послании апостол Павел, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угощайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, а хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего, Иисуса Христа. Что тут апостол Павел говорит? Что, конечно, для человека, если он христианин, радость жизни – это норма. Увы, но тут мы уже начинаем задуматься. А вот когда все-таки, наоборот, огорчение, когда что-то подозреваешь, когда какие-то искушения, испытания, может такое быть? Может быть, можем мы проседать, наш мир несовершенен, но мы должны, должны постоянно из этой ямы, куда нас лукаво затягивают, выбираться. В том числе, тут очень важный стих, который бы я отметил, это 21 стих. «Все испытывайте, хорошего держитесь». То есть можно, можно попробовать, можно понять, можно разобраться. Если какая-то ситуация нам предстоит, не нужно ее бояться. Мы взяли, соприкоснулись с этой ситуацией, поняли, дурное, отстранились, хорошее, да, мы этого и придерживаемся. Апостол Павел говорит, ой, не бойтесь, как бы ничего не случилось. Случится, Господь это пошлет, значит, на то волю Божию. Главное, чтобы, когда это случилось, мы из того, что случилось, вынесли какую-то суть, какую-то пользу. И к этой радости возвращались. Кроме того, вот, Духа не угощайте. Конечно, Дух, Дух свой, и, конечно, Дух наш должен быть в общении со Святым Духом, в молитве. Тут уже тоже уместно вспоминать многочисленные призывы Священного Писания о том, чтобы молиться. Как Господь Иисус Христос тоже сказал, молитесь, да не внедите в напасть. Дух же бодр, плоть же не мощна. Апостол Павел, по сути, он же ничего за Христа нового не говорит. Он его слова возвещает и нам истолковывает. Поэтому тоже, ну, тяжелая какая-то ситуация. Ну, для мнительности больше каких-то обстоятельств. Тем не менее, мы должны помнить, что мнительность это не норма. Лукавый говорит, ой, ты должен быть и настороже, ты должен быть как-то там озлоблен. Говоришь, нет, радостен я сейчас, не радостен. Мешает мнительность моей вере? Мешает. Я ее отвергаю. Когда ты понимаешь, что проблемы есть, то это уже половина решения. Потому что человек может быть мнительным и этого не понимать. Но христианин, у него есть сравнение себя со Христом. А Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, я вам знаю, ваше много на небесе. Причем радуйтесь, и когда алчите, и когда вас там преследуют, и когда вас там преследуют, поносят, и женут, и рекутся за глагол на вылжущем нераде, как на литургии мы на третьем антифоне поем. Все, даже когда это происходит, все равно должна быть радость. Поэтому всем пожелаю, несмотря на все окружающие искушения, несмотря на пандемию, несмотря на то, что близкие, порой очень дорогие сердце, люди болеют, или сам болеешь, и самому тяжело. Все равно к радости возвращаться. Потому что, что апостол Павел говорит? Что да сохраниться, главное, без порока, не без болезни, не без проблемы, не без обмана, что тебя кто-то там обманет. Нет, это не страшно. Главное, чтобы без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И дух, и душа, и тело наше сохранились. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok